Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш урок сегодня. И мои дорогие друзья, которые сегодня присоединились, когда я спрашиваю, как дела, некоторые говорят такое слово, как швах. Но как слово швах перевести не очень хорошо. И вот я в связи с этим хочу вам сказать, что нам следует учиться у нашего праотца Авраама. Потому что наш праотец Авраам, он испытывался десятью испытаниями. И устоял во всех этих испытаниях, говорит Перкеавод по учении отцов. И что означает он устоял во всех этих испытаниях? Говорят нам мудрецы, Это нам говорится для того, чтобы мы знали о любви Авраама Авину. Что означает любовь Авраама Авину? Спор. Ведь я спрашиваю, а что означает десятью испытаниями испытывался Авраам? И устоял во всех. И у нас есть рассказ об этом, для того, чтобы мы все знали о любви Авраама Авину, о любви нашего праотца Авраама. Что означает о любви нашего праотца Авраама? В чем какой здесь смысл? Какие-то слова. Что это значит? И я уверен, что среди вас есть разные мнения. И мнение первое, может быть, это сообщить о том, что Авраам Авину любил Всевышнего, несмотря на эти испытания. Подумайте, друзья, о том, что я сказал. Всевышний говорит ему, иди, я тебя сделаю там благословенным, ты будешь там благословен, ты будешь богат, у тебя будет семья, ты будешь знаменит, ты будешь, так сказать, светочным для народов. У тебя всего будет много хорошего. И что же? Он приходит в землю Израиля, а там голод. Его жену потом у него в Египте отбирают. У него войны, у него преследования, у него страдания. Потом испытания живоприношения Мицхака. И что же? Величие Авраама заключается в том, что какие бы ни были испытания, как бы ни прошли выборы Трампа или нет, с Трампом или без Трампа, Авраам любил Всевышнего, и в своей любви к Всевышнему он оставался ему верен. Слово «эмуна» – это не просто вера в Бога. Авраам – он первооткрыватель веры. Он первооткрыватель верности. Он не изменял Всевышнему в своей любви к Нему, что бы в его жизни не происходило. Когда были взлеты и когда были падения. Когда был тот президент, и когда этого президента не стало, и что бы в жизни не происходило, он продолжал любить Всевышнего. Более того, говорят мудрецы. Именно за это его и любил Всевышний. Это говорит Рамбан. Он говорит, что Всевышний любил Авраама не только и не столько за то, что он исполнял заповеди, делал добрые дела, еще это дарование Торы, а за то, что он устоял во всех испытаниях. Следовательно, устоять во всех испытаниях не означает лишь поступать так или иначе, хотя, конечно, поступок чрезвычайно важен. Но иногда, не менее чем поступок, важны чувства и мысли. Зачастую это не только что сказать, но и как сказать. И не только что делать, а с каким чувством это делать. Так вот, чувство, которое хранилось в сердце Авраама, это любовь. И потому мудрецы и учат нас, что он эти десять испытаний устоял. В каком смысле? В том смысле, что он сохранил любовь. Это рассказать о любви Авраама Вину, о любви нашего праотца Авраама. Поэтому, друзья, прежде всего обращаюсь с тем, кто разочарован. У Всевышнего есть свой план. И Авраама Вину никогда не сомневался, что все те испытания, которые ему посылает Всевышний, он ему посылает для его же блага. Поэтому все те испытания, которые посылает Всевышний, каждому из нас, каждому человеку, Всевышний посылает, потому что он видит в нас потенциал. Он потому дает нам изначально место и время рождения, дает нам качество характера, потому что мы должны прийти в этот мир и что-то исправить. Потому все, что в нашей жизни происходит, даже то, что мы сейчас проходим через эту кампанию, такую вот, так сказать, нервозную, да, мы не знаем, какие будут результаты, или, может быть, мы уже знаем, какие будут результаты, и многие люди разочарованы. Так или иначе, это часть нашей жизни. И это может быть тренировка для нас, нашего характера, несмотря на что, оставаться спокойными, несмотря на что, оставаться уважительными и любящими, несмотря на что, протягивать руку. Иногда в семьях у нас есть конфликты, где дети хотят так, родители хотят по-другому. Мы оказываемся по разные стороны баррикад, к примеру. Иногда в одной общине люди имеют разные мнения, поэтому, какие бы ни были у нас мнения, и мы можем свое мнение отстаивать, мы можем его уважать, мы можем уважать и другое мнение прислушиваться к нему. Но самое главное, это одно, то, что Всевышний нам посылает, он посылает во имя нашего блага и во имя добра для нас. Именно потому, говорится в начале прошлой недельной главы, лех, леха, иди, леха, к себе, во имя того, чтобы найти свое предназначение, свое место, не только. Говорит Раша, это во имя блага твоего и добра для тебя, твоего. В том смысле, что каждое испытание, которое Всевышний дает человеку, это для того, чтобы человек поднялся, стал лучше, закалился, стал сильнее. И вот, друзья, в этом плане я хотел бы, чтобы мы с вами уже обратились к нашей недельной главе. Итак, наша с вами недельная глава. Ведь сказал Всевышний еще на прошлой недельной главе, мы это читали, иди в страну, которую я укажу тебе. И мудрецы говорят не только укажу, в смысле я укажу тебе, куда идти, но в том смысле, что ты увидишь меня там, потому что так можно прочитать эти слова. Я покажусь тебе в этой стране. И когда же Всевышний показался Аврааму в этой стране, вот как раз сейчас, когда Авраам сидит у Содома и Гаморы, современной Лас-Вегас, в которой, может быть, решается сейчас, в эти самые минуты, судьба, кто будет президентом США. Невада, Лас-Вегас подсчитывает голоса. Если они подсчитают голоса за, так сказать, другую партию, то Трамп потерял это президентство, скорее всего. Это может быть решающий голос. Так вот, интересно, что Авраам пошел в Лас-Вегас своего времени. То есть он пошел в Содом и Гаморру и свой шалаш, так сказать, расположил прямо рядом. При этом мы знаем, что он только сейчас сделал обрезание. Три дня спустя вот он сидит в своем шатре. Я хочу несколько моментов, друзья, упомянуть просто малюсеньких деталей. Должен вам сказать, почему. Сегодня позвонил мне мой дорогой сын Довид Михайль, который парашютист израильской армии. И он мне сказал, папа, давай поучимся. Я говорю, хорошо. И вот мы с ним начали учиться по WhatsApp. И я открыл хумыш, и он открыл хумыш. И мы с ним, в принципе, прошли по таким очень, казалось бы, простым совершенно словам. Поэтому эти некоторые слова, то, как они у меня в моем, так сказать, учении с моим сыном, солдатом израильской армии, парашютистом, как они, так сказать, прозвучали. И мы с ним смотрели слова Раши, комментарии Раши, одно за другое. И вот здесь говорится слово «и показался», то есть Всевышний показался. Объясняет Раши, а почему вдруг Всевышний ему показался сейчас? Да потому что Авраам сделал обрезание, и он был в статусе больного, ему было больно. И Всевышний пришел как бы выполнить заповедь навестить больного. Казалось бы, простой очень комментарий. Но этот комментарий учит нас тому, что все, что мы знаем о Всевышнем, и во всех его проявлениях, во всех деталях, во всех заповедях, это его милосердие. Поэтому мудрецы говорят, есть заповедь уподобиться Всевышнему, который сотворил тебя по образу подобию твоему, и в каждом человеке есть некая искра святости, которую человек должен реализовать. А как он ее реализует? Уподобляясь Всевышнему. А для этого он знакомится с Турой. И вот когда мы читаем, что Всевышний показался Аврааму для того, чтобы выполнить заповедь, навестить больного, мы спрашиваем себя, есть ли больные, которых мы можем навестить? Если мы не можем их навестить, то мы молимся о них, потому что главной заповедью навестить больного, это прийти к нему и помолиться о том, чтобы он был здоров, чтобы он выздоравливал. Я хочу поблагодарить Рыбури, дорогого, который прочитает эту молитву о больных. Поэтому мы как бы навещаем их. Причина, почему мы идеально, если бы не коронавирус, пришли бы к этим людям навестить их, это для того, чтобы помолиться о их выздоровлении. Почему? Да потому что точно так же, как Всевышний навещает Авраам, а также Божественное присутствие, оно в комнате, в месте, где находится любой больной, потому что Милосердный Всевышний приходит поддержать любого больного. Во-первых, это нужно больному помнить. Во-вторых, нужно нам здоровым помнить, чтобы могли навещать больных. И в-третьих, нужно нам помнить всем, чтобы мы молились о больных. То, что мы не смогли навестить, понятно. Бывает. Но то, что мы не помолились и не пожелали человеку выздоровления, в каком-то смысле не уподобились Всевышнему. Поэтому, если мы хотим в жизни своей уподобиться Всевышнему, то нам нужно учиться быть доброжелательными людьми, которые желают добра и выздоровления окружающим. И тут только говорится, что не просто Авраам сидел в каком-то месте, а он сидел в месте, которое называется роща или лес. Роща Мамре. Почему Мамре? Да потому что был такой человек, который посоветовал Аврааму сделать обрезание. И вот Авраам как раз это место и назвал его именем. Ну, у нас с вами очевидный вопрос на этот комментарий Раши. А что Аврааму понадобилось, чтобы какой-то человек, может быть, и был поклонник, может быть, еще кто-то, чтобы он давал Аврааму советы делать ему обрезание или нет? Подумайте только. Кто-то мне может отдать ответ на этот вопрос. Почему вдруг понадобилось Аврааму спрашивать, нужно ему делать обрезание или нет? Кто-то хочет ответить? Ирочка, хотите сказать? Добрый вечер вам. Хотите сказать, почему вдруг он советовался? Он что, из Советского Союза, что ли, приехал, чтобы советоваться? А? Мы вас не слышим, потому что вы мьютнулись, так сказать, или я вас мьютнул. У вас телефон нужно анмьютать, чтобы вас услышат. Ну, не готова я к ответу. Хороший вопрос? А вопрос хороший, да? Вот так. Вот так. И тогда что Рыбури скажет? Почему вдруг нужно было советоваться? Что вы скажете Рыбури, дорогой? Рыбури тоже думает? Окей. Я хочу дать вам небольшую подсказочку. Когда Всевышний творит мир, то там сказано, на осы Адам, сделаем человека. А мудрецы говорят, кому Всевышний обратился? Ведь человека еще не было. Кому же он обратился? Кому Всевышний обращался? Сделаем человека. Кому он обращался? К ангелам. К ангелам. Так а зачем ему нужно было спрашивать совета? Всемогущий, всезнающий, Всевышний спрашивает у ангелов, нужно ему творить человека или нет, ему нужны были советы. А он что, в Советском Союзе был? Зачем ему это нужно? Что скажет? Показать нам пример, что даже большой или великий спрашивает. А зачем? А зачем спрашивать? Друзья, а зачем спрашивать? Интересный вопрос. Зачем спрашивать? А? Кто скажет? А зачем спрашивать? Интересно, важнейший вопрос. Важнейший вопрос. Может быть, это урок скромности. Это не урок манипуляции, но это урок скромности. Может быть, это урок родительского искусства. Может быть, это урок учительского искусства. Может быть, это урок лидерства и бизнеса. Пожалуйста, Рыбуря, зачем? Это урок уважения. Это урок уважения. Ну, можно было бы... Ну, да. Он хотел сказать, что я уважаю ваше мнение. Ну, да. А цель какова? Зачем? Я уважаю ваше мнение, ангелы. Уважаемые товарищи. То есть, в чем смысл-то? А смысл-то в чем? Интересно? Чтобы поднять, приблизить их ближе к себе, чтобы они чувствовали себя на уровне, когда с ними советуются. О! Говорят мудрецы, что человек был сотворен советом. Всевышний сотворил человека советом. Это значит, что когда мы хотим сотворить человека, мы хотим этого человека приблизить к себе, заинтересовать предметом, заинтересовать идеей, то ему нужно не говорить, что делать, а с ним нужно советоваться. Если, например, приходит босс на работу и вызывает своих сотрудников и говорит, у меня есть идея, вот давайте делать, как я сказал. Окей, они могут подчиниться, у них могут быть другие идеи, и они, может быть, даже втайне будут рады, если идея этого босса, который с ним даже не обсудил ничего, их мнение не услышал и потому уважение им не оказал, то они, может быть, будут довольны, если его идея провалится, как раз благодаря их исполнению. Но если вместо того, чтобы давать указания, босс спросит, вот у нас есть проблема, советуйте, что вы сказали? Как только вы советуете, если человек ощущает, что его уважают, его приглашают стать партнером. Всевышний как бы пригласил, да, да, пожалуйста, пожалуйста. И на него ответственность какую-то возлагают. Вы знаете, да, да, вы знаете, что я бы даже сказал, Ирочка, дело в том, что ответственность нельзя просто возложить, потому что положить-то ответственность на кого-то можно. Главный вопрос какой? Примет ли он эту ответственность сам на себя? Захочет ли он эту ответственность взять? И когда человека спрашивают и с ним советуются, то он ощущает, что он партнер. Это партнерские и уважительные отношения. В этом смысле Всевышний не хотел исполнителя. Творя человека, Всевышний хотел партнера. И он установил партнерские отношения с человеком, который он сделал партнером за творение и поддержание мира. И нам это тоже урок. Иногда мы хотим, чтобы кто-то помог в общине, помог в синагоге, помог еще где-то и как-то. И можно прийти к нему и сказать, дай деньги. Или можно прийти и сказать, помоги. Или можно еще что-то. А, наверное, правильнее было бы сказать, ты знаешь, у нас есть проблема. Вот я хотел бы посоветоваться с тобой. Какое твое мнение? Человек, скорее всего, даст какой-то дельный совет. А потом очень, может быть, почувствует ответственность за то, чтобы этот совет был реализован в мире, в жизни. И захочет, может быть, даже помочь словом, делом, чем угодно. Так вот, почему Авраам советовался, исходя из этого, с этим мамре, а может быть, он советовался и с другими людьми? Наверное, он советовался, там, Талмуд говорит, что он советовался с несколькими людьми, как вы знаете. Может быть, это можно понять в свете слов мудрецов, которые говорят, что когда Авраам делал обрезание, то он это сделал посреди дня, как бы, беется мое мазе, посреди этого дня. Точно так же, как, кстати, и Ной заходил в ковчег посреди дня. И мудрецы говорят, ну, понятное дело, Ной заходил посреди дня, потому что они, люди того поколения, грабители того поколения, грешники того поколения, говорили ему, никакого потопа не будет, и ты не спасешься. А он заходит в ковчег, и они говорили ему, что они ему помешают, а они ему помешать не могут. Всевышний как бы показывает им, хотите помешать, попробуйте. И тут Авраам хочет сделать обрезание, а на самом деле ему хотят помешать. Интересно, ему хотели помешать. Нам в Советском Союзе мешали делать обрезание, угрожали, врачам, которые это делали, угрожали. Казалось, какая нам разница, люди делают себе обрезание на здоровье? Нет, готовы были посадить врачей, наказать людей, тех, которые обрезали своих детей, выгоняли с работы. Что такого? Наверное, секрет в слове Синай. Что такое Синай на еврите? Кто мне скажет, что значит слово Синай? Слово Синай. Как переводится слово Синай? Ненависть. Мудрецы говорят, интересно, гора, на которой евреи приняли Тору, заключив союз со Всевышним, называется ненавистью для того, чтобы научить нас из-за той миссии нести свет и мудрость Торы человечеству, спустилась ненависть антисемитизма в этот мир. И антисемиты всех времен говорили, а, евреи – избранный народ. Они не понимали или не хотели понять, что это евреи избрали Всевышнего. Это евреи избрали путь справедливости и добра. И потому Всевышний избрал их. Это они полюбили Всевышнего, и потому Всевышний любил их. Это Авраам любил Всевышнего, несмотря на все испытания, и потому Всевышний любил его. Поэтому, когда Авраам собирается, наконец, заключить союз со Всевышним и стать светочем для народов, то силы тьмы, конечно, возненавидели его. Но Авраам помнит, что он будет благословением народам мира. Поэтому он протягивает руку и советуется. Конечно, ему не нужен был совет, понятное дело. Не ради того, чтобы знать, что делать или не делать, а, может быть, потому, что благодаря этому совету на протяжении поколений, тысячелетий были люди, которые шли по пути Авраама. И не только евреи. Просто в качестве информации, размышления и, может быть, определенного жизненного навыка уметь в любой ситуации не давать ЦУ, условно говоря, указания, а вместо этого уметь спрашивать мнение и мнение другого человека выслушивать. Кстати, так это важно и сегодня. Я вам должен сказать, что я замечательным раввином занимался, то есть я сделал с ним интервью. Замечательный у нас есть раввин в Балтиморе, Рабий Харан, который сказал, что вообще он вырос в очень такой семье, это потрясающая его история, он вырос в семье совершенно, абсолютно секулярной, так сказать, такой богатой светской семье в Манхэттене. Его отец, собственно говоря, был ребенком, который пережил Холокост. Они прятались. И у них было такое отчуждение от еврейства и религии, что своего сына он хотел оторвать от... то есть ничего, абсолютно не намека. Ни намека не было у него. И этот ребенок его искал, так сказать, духовность, так сказать, в горах Тибета, в христианстве, и оказалось даже в исламе. Представляете себе? Наш раввин в Мэриленде, потрясающе удивительный раввин. Он говорит, я пришел как-то в Лоуисайд, в мечеть. Это было дело в четверг вечером. И там в мечети, это суфийская мечеть, где там исламская мистика, и там какие-то оказались евреи. Когда он пришел туда, увидели его лицо, то ему сказал там человек, который его принимал, он говорит, а ты еврей? Он говорит, да, почему ты спрашиваешь? Он испугался, может, там его, я знаю, террористы или знаю что. Он говорит, я тоже еврей. Ты знаешь, я прихожу сюда, но я также хожу в синагогу Карли Баха, в Манхэттене. И он говорит, так, я пошел синагогу Карли Баха, потом оказался в Израиле, потом оказался в Ешиве. Вот, это был, так сказать, его путь. И его предки были раввинами, то есть он был из замечательной семьи Словакии. И эта трагедия, казалось бы, что семья, ну, не казалось бы, семья как бы была уничтожена, а его отец выжил, его родители тоже выжили чудесным образом. И вот таким вот удивительным образом сын вернулся и стал потрясающим раввином. Вот, что он мне сказал. Я с ним провел такую небольшую программу. Я сказал, о чем ты хочешь сегодня говорить. Знаете, когда это была ночь elections, когда я понял, что люди не спят? Я сказал себе, если они уже все равно не спят, а что, если я не проведу несколько, так сказать, программ на тему elections? И я несколько взял раввинов, так сказать, проинтервьюировать. И вот он говорил о политике. И он сказал такую любопытную мысль. Он говорит, что я, с одной стороны, родился и вырос в такой очень леволиберальной демократической семье. В смысле, принадлежности к демократической партии. Потом оказался в Израиле, учился в Яшиве, продолжаю преподавать Тору. И вот, говорит, я хочу поделиться с вами мыслью, которая может быть вам интересна. Может быть, она вам будет интересна сейчас тоже. Он говорит, мы знаем, что все, что в мире существует, оно существует как бы, как баланс сил. Например, Авраам является символом милосердия, правда? И Цхак является, наоборот, символом силы или суда. И вот баланс между этими двумя силами, он является неким центром, некой золотой серединой. Для того, чтобы ее найти, нужна правда, нужна истина. Правильно? Вот именно так, так сказать, именно об этом у нас идет речь. Верно? Он говорит, посмотрите на мир. Вы увидите и в всяких восточных философиях, в китайских философиях баланса этих сил. Посмотрите, например, я бы сказал, в физике, на электрон и протон плюс и минус. Посмотрите в семье на мужчину и женщину. Как мужчина может быть символом Хэседа, а женщина может быть силом Гвуры. Но только когда они вместе, они способны дать жизнь. Он говорит, вы знаете, что, например, у нас есть в Талмуде спор Шамая и Гилеля. При этом Шамай выражает мнение более милосердное. А прошу прощения, Гилель выражает мнение более милосердное. Шамай как бы такое более правильное с точки зрения суда. Но какой из них верно? Одно сейчас, другое, когда придет Машех, так говорят мудрецы. Поэтому и в жизни, и в политике. Интересный момент. И в жизни, и в политике. Например, в жизни. Приходит вам человек и говорит, дай деньги. Мне нет денег покушать, я голодаю. И вам хочется ему помочь, с одной стороны. Но с другой стороны, вы понимаете, правая рука хочет дать от любви, а левая спрашивает, а может быть он эти деньги на наркотики использует? Может, я ему вообще не помогаю этим? Или может быть он будет так и продолжать попрошайничать? Может, мне ему помочь работу найти? И где же истина? Помогать или не помогать? А ее нет одной, односторонней. Одна только в споре познается. В каждой конкретной ситуации есть истина и с той, и с другой стороны. И она реализуется в этом мире неким разумом, некой истинной принятия решения в данной ситуации. Поэтому то же самое и в политике. Есть ли что-то хорошее у демократов? Конечно. Есть ли что-то хорошее у республиканцев? Конечно. А истина где? В каждой конкретной ситуации, в зависимости. В зависимости от наших ценностей. Поэтому для того, чтобы родилась эта истина, нужен спор во имя небес. Если не спор для того, чтобы унизить другого человека, если не спор для того, чтобы возвысить себя и свое мнение, а если спор во имя того, чтобы достичь истину и принести пользу своей семье, своему народу, то тогда это спор во имя небес. Но для этого нужно уметь в первую очередь выслушивать другое мнение с уважением. И для этого иногда нужно уметь возвращаться к тому, о чем мы говорили, Задавать вопросы То есть советоваться Итак, друзья Видите, я двинусь вперед И скажу, что вот Авраам сидит У своего шатра, спрашиваю, а почему он сидит А он говорит, потому что он хотел Посмотреть, он смотрел и видел Есть и прохожие И вообще, в этом смысле у нас уже Удивительный вопрос возникает Получается, что Вроде деталь, Авраам сидел у входа Свой шатер И смотрел, важно ли это, что он смотрел Или нет, знаете, как это важно Это может быть самое важное Почему? Да потому что Лидер, это не тот человек, которому Приходят и говорят, у нас проблема Мы нуждаемся Помоги нам Лидер, это тот, который умеет видеть Который умеет видеть Который может первым заметить И прийти, правда? Например, Моисей Сказано И был, и вырос ребенок А потом, говорится Не только и вырос ребенок Там, говорится На следующем предложении И вырос Моисей Подождите секундочку Зачем повторяется дважды? Один и тот же человек Нет, первый раз Говорит Раши Он вырос физически А второй раз духовно В смысле своего величия Духовного Подождите Но если он вырос в смысле Своего духовного величия То как это выразилось? Мой ребер Рыбыцак Израхи Глава Ишевы Мир Спрашивал А как измеряется Духовный рост человека И чем? Кто-то мог бы сказать Духовный рост человека То есть физический рост человека Измеряется, скажем Сантиметрами Или инчами А как измеряется духовный? Он говорит Посмотрите Единица измерения Духовного роста человека В этом предложении И вырос Моисей И вышел к братьям своим Имеется ввиду Из безопасного И благополучного положения Принца Во дворце Фараона И увидел их страдания Способность увидеть Страдания другого человека Увидеть страдания Говорит там Раши Глазами и сердцем своим Не только глазами И сердцем Иногда два человека Скажем сидят в автобусе Оба увидели пожилую женщину Которая вошла Которую трудно стоять Один увидел И продолжил читать А другой увидел Не только глазами Но и сердцем И встал Это лидер То есть это тот человек Который может стать лидером Авраам То есть Моисей Стал лидером Потому что он увидел Боль Почувствовал боль Увидел и почувствовал Боль братьев своих В рабстве И потому Увидев проблему Он открыл Своё предназначение В мире И стал Спасителем То есть он Вывел евреев из Египта Он поролся За их освобождение Поэтому зачастую Когда мы видим проблемы Это Всевышний Показывает нам Проблемы Для того чтобы Мы реализовали себя И Исправили этот мир Поэтому в конце концов Ведь мы приходим В этот мир Для того чтобы Что-то исправить Себе Но Всевышний Нам показывает Этот мир И исправляя этот мир Как раз мы Исправляем себя Потому и Авраам Сидел Ожидая Возможности Исполнить Своё предназначение И пригласить гостей Как это важно Я помню Что в Туре Есть такое место Шимру Мишпотим Вот это Законы Заповеди Торы Законы Заповеди Торы Мишпотим Хукима Мишпотим Это законы И заповеди Торы Храните их Шимру Храните их Это те законы Которые сказано Ясы Отдам Выхайбахем Человек будет Их исполнять И жить по ним И там Воспринимаются Эти слова Исполнять И жить по ним Имеется Вы жить А не умирать Так говорит Талмуд Поэтому если человеку Говорят Наруш Или мы тебя убьём То есть За исключением Трёх заповедей Которые мы не нарушаем В любом случае Всё остальное Человек должен хранить Свою жизнь Но Гера Ребес Фасемес Объясняет Нет Мы знаем Из слов Якова А то В Туре ведь говорится Что когда Йосеф рассказывал О своих снах То братья Возненавидели его Позавидовав ему Но отец Хранил Это Хранил Эти сны И говорит Амраше Хранил Шамар В том смысле Что ожидал Когда же они Исполнятся Ожидал У слова Хранить Есть смысл Ожидать И потому Так же и здесь Когда сказано Гера Ребе Когда сказано Что Авраам Что прошу прощения Когда Всевышний Говорит Это заповеди Туры Храните их Он говорит Имеется в виду Ожидайте возможности Исполнить их Сделать Доброе дело Потому что дело Не столько в том Что человек Сделал Как отделался А в том Что он вложил В эту свою душу В его ожидании Возможности Огромная Творческая сила Потому что Лишь когда он Ожидает это сделать Ведь сказано Это заповеди Которые человек Будет делать О будущем Идет речь Когда он будет Эти заповеди Исполнять Но у него будет Аттитюд У него будет Отношение к этим заповедям Как к чему-то К чему он стремится Он хочет это сделать Тогда он будет Жить в них В этих заповедях Тогда его душа В этих заповедях Будет жить вечно Это и есть Будете жить в них В этих заповедях В этих законах Потому что Это вечность Вашей души Также Авраам Он сидел У своего шатра Ожидая Возможности Сделать доброе дело Поэтому хочу пожелать Друзья Чтобы мы Подобно Аврааму Помнили Что Всевышний Любит нас И Что он нам Не посылал бы Он посылает Нам Потому что Он нас любит И потому что Он в нас верит Потому что Те испытания Которые мы должны Преодолеть Они для нашего же блага И потому В любой ситуации Все что мы можем сделать Это любить Всевышнего Еще больше И служить Ему Еще С большей Любовью И в этом Смысле Мы Ожидаем Возможности Сделать доброе дело В частности Сейчас Мы ожидаем Возможности Произнести Молитву За больных И мы хотим Чтобы Когда мы Эту Эту молитву Исполняли Мы помнили Что она является По сути Как бы Сутью Заповеди Навести больного Который Научил нас Всевышний Своей Торе И мы знаем Что если мы Хотим уподобиться Всевышнему То говорится Только одно Хотя казалось бы Всевышний проявляется Во всяких разных Так сказать Проявлениях И как творец И как Навещающий больного И как многое другое всего Но тем не менее Мудрецы говорят Он милосерден Так же и ты будешь Милосерден Вот наверное Это самое главное Поэтому С милосердием К больным Мы принесем Это благословение И самое главное С верой Что все Что не делается Друзья Делается К лучшему Все Что не делается Делается К лучшему Нас не сломили Ни большевики Не говоря уже О всех других врагах Которые Индрерт Которые в прошлом И поэтому Никакие демократы Нам не помеха Рыбури Передаю вам Микрофон КОНЕЦ КОНЕЦ